Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением о продукции компании Artvisage. И первые два средства будут это основы и защитные покрытия под лак. Итак, первое средство это витаминная терапия для слоящихся и ослабленных ногтей. Ее можно использовать как под лак, так и самостоятельно. Она имеет вот такой молочный цвет. Мне очень нравится упаковка у компании Artvisage. У них все продукты имеют очень оригинальную и красивую упаковку. Она мне очень нравится. Очень стильная, необычная. Такая веселая упаковочка. Второе средство это основа-укрепитель для ослабленных и слоящихся ногтей. Она уже полностью прозрачная. Ее так точно можно носить как самостоятельно, так и под лак. На мой взгляд, эти две основы лучше использовать, чем обычную основу под лак, которая просто будет выравнивать структуру вашего ноготка. Эти же основы будут лечить ваш ноготок и бороться с проблемами ломкости ногтей и слоящихся ногтей. Эти проблемы встречаются довольно-таки часто. Многие с ними борются и даже если нет этих проблем, это будет прекрасная терапия, прекрасное укрепление и профилактика. Следующее средство это компактная пудра. Вот такая красивая упаковочка. Опять повторюсь, мне очень нравятся упаковки у компании Artvisage. Так выглядит сама компактная пудра. Вот такая она идет в 0,3 номере. Я считаю, что эта пудра выполняет полностью все функции компактной пудры. Во-первых, в ней есть огромное зеркало на всю величину, вышечки. Есть спонжик и вот такой она имеет цвет. Что мне понравилось в этой пудре, это то, что эта пудра предназначена для чувствительной кожи, которая страдает воспалениями, различными высыпаниями. В ней входит экстракт алоэ и она будет помогать быстрее проходить различным воспалениям и нежелательным явлениям кожи. Также она очень легкая, она не забывает поры, она хорошо подстраивается под цвет лица, она не чувствуется на лице, она не выглядит как маска. И у нее очень шелковистая и приятная текстура, очень приятно ее наносить и на кожу она вызывает только приятные ощущения. Свою функцию как компактной пудры она выполняет на все 100%, ее удобно наносить с собой, у нее очень удобное зеркало. Эта пудра мне понравилась. Дальше, пожалуй, будет самое интересное. Это тушь для ресниц благоустойчивая из серии Иллюзия. Это супер объемная, благоустойчивая тушь для ресниц, которая имеет вот такую щеточку. Она силиконовая, с множеством-множеством щетинок, которые очень хорошо разделяют, делают хороший объем. Сегодня она у меня на глазах, она мне очень понравилась. Вот я не люблю щеточки круглые и просто из ворса. Мне кажется, ничего хорошего с моими ресничками не делают, а вот такая вот щеточка из резины, резиновая щеточка с резиновыми щетинками. Очень-очень даже хорошая. Эта тушь, несмотря на то, что она благоустойчивая, то есть ее можно использовать в дождь, на влажную погоду и даже на море можно с ней купаться. При всем при этом, при всех своих свойствах, она хорошо смывается обычным, даже не специальным средством для снятия макияжа с глаз. И мне кажется, что это позиционирует эту тушь как нежную, как чувствительную к вашим ресничкам. То есть она не будет так травмировать, как какая-то мега стойкая тушь, но при этом я проводила эксперимент, и я умывалась простой водой с этой тушью, и у меня тушь не потекла. То есть свои функции она выполняет. Но мне нравится то, что ее легко смыть. И посмотрите, какая красивая упаковочка, вот такие крылышки, упаковочка, внешний вид этой туши, мне очень понравился, вот такие интересные крылышки. Итак, следующее, пойдет дальше ряд подводок для глаз, их будет 7 штук, у меня их целая линейка, они идут по номерам от 101 до 107, и я буду вам показывать в порядке нумерации, начну с 101 номера, вот так выглядит эта подводка для глаз. Эта подводка довольно-таки необычная, это подводка для глаз сухая, называется она Smoky Eyes, с ней легко сделать эффект. Вот Smoky Eyes, смотрите, такая щеточка, и какую же она дает линии, она дает вот такую мягкую линию, и уже от этой пилотки складывается эффект растушеванного карандаша, как будто карандаш у вас растушевался, но когда вы наносите ее на глаза, она осыпается, поэтому лучше сначала подводить глаза, а потом уже использовать тональную основу. Хотя я сегодня наносила ее поверх тональной основы, сначала наносила тональный крем, как обычно, затем уже подъела глаза, и у меня чуть особо с этого краешку, я все убрала, и никаких проблем у меня не вызвала. Вот такая, она мягкая, такая приятная, и что еще интересно в этой основе, что она на 92% состоит из минеральных компонентов, то есть она практически натуральная, и это чувствуется, потому что она очень нежная, очень приятная, она мне очень понравилась, советую всем обратить внимание на нее. А следующая подводка называется глянцевая, она водостойкая, и она имеет вот такую кисточку, довольно-таки толстую, сейчас я покажу, какие она рисует линии. Вот такая линия, действительно глянцевая, но за счет того, что она острый кончик, можно нарисовать как линию потолще, так и потоньше, можно варьировать, но она действительно глянцевая, она действительно блестит, и я наносила, делала сводши себе на руку, и потом смывала, и у меня смылись все подводки, кроме двух водостойких, и в преддверии пляжного сезона, в преддверии лета, это как раз необходимый продукт, то, что нужно для отпуска. Следующая, 103-я подводка, ультратонкая подводка, моделирующая, которая делает очень красивый из имбы линий, это моя любимица, я ее пользуюсь практически каждый день, вместе со 101-й, и посмотрите, какая тончайшая у нее кисточка. Сейчас я вам покажу, какие она делает линии. Вот такую линию, можно сделать самую тончайшую, причем она насыщенно черная. Хочу сказать, что все подводки от Artvisage, они не оставляют следов на верхнем веке, то есть довольно-таки она быстро сохнет, за считанные секунды, и не размазывается, то есть я вот пробежу пальцем, и ничего не размазывается. Следующий, 104-й номер, ультра-черная моделирующая подводка, с аппликатором с огранкой, сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот такой довольно-таки маленький аппликатор, но он имеет несколько граней, за счет чего можно делать самые различные подводки, как очень толстую, так и очень тоненькую. Посмотрите, какой у нас очень черный цвет. Мне кажется, что это универсальная подводка для любителей толстых подводок, для любителей таких интенсивных черных макияжей, но и также для любителей поэкспериментировать. 105-я подводка, водостойкая подводка, и эта подводка, аналог 103-й подводки, у нее такая же тоненькая кисточка, только она еще и водостойкая. Вот такая тоненькая. И вот такие тоненькие линии она делает. Повторюсь, что эти две подводки 103-я и 105-я имеют практически одинаковые кисточки, но одна обычная, а вторая водостойкая. И 106-я подводка, это ухаживающая подводка для глаз. Вот такой у нее аппликатор, довольно-таки толстый, но опять же за счет острого кончика можно рисовать различные линии. И вот такие. Посмотрите, все интенсивные черные цвета, все яркие. И также, что могу отметить о всех подводках арт-визаж, они не сушат века, они не вызывают никаких негативных эмоций, у меня очень чувствительные глаза, и они все подводки мне подходят. С этими я могу проходить с утра и до вечера, они не тускнеют, они также такие же интенсивные черные с утра и до вечера, и они меня полностью устраивают, они мне нравятся, я с дочередливыми глаз, они идеально подходят. И последняя, 107-я подводка, называется бриллиантовая подводка для глаз, в ней идет мелкие-мелкие такие блесточки. Это, мне кажется, прекрасная подводка, прекрасное дополнение будет к вечернему макияжу, сделает ваш взгляд более выразительным. Сейчас посмотрим, какой у него кадр. Довольно-таки тоненькая кисточка. И сейчас посмотрим, какие же она делает линии. Вот такие линии, и в этих линиях едва-едва заметны такие мелкие серебристые, серебристые белые блесточки, но они едва заметны, но при вечернем свете, при искусственном освещении, они будут так освежать ваш взгляд, делать его более вечерним, более праздничным. И еще одно средство от компании Artvisage, это блеск для губ. У меня он в 204 номере, очень красивый такой розовый цвет, который сейчас у меня на губах. И что я хочу сказать, этот блеск мне очень понравился, я осталась очень довольна. Почему? Потому что он не пересушивает губы. Одня у вас создается эффект лучше, чем от бальзама для губ. Когда я снимаю этот блеск с губ, то у меня губы очень увлажненные, они напитанные, и мне даже не хочется пользоваться никаким бальзамом для губ после этого блеска. Также он очень хорошо держится, и он практически не липкий. Я не люблю блески, потому что к ним приливают мои волосы, много к этому блеску, если мои волосы не липнут, и за это он мне нравится еще больше. Также мне очень нравится этот цвет, повторюсь, это 204 номер. Обратите внимание на серию этих блесков, они очень хорошо увлажняют и питают вас губки. Вот такой был мой обзор на продукцию компании Artesage. Надеюсь, что мое видео было вам полезным. Оставляйте свои комментарии. На этом все. Пока-пока.